Как же правильно заваривать чай и какая для этого нужна температура, вы узнаете в этом видео. Меня зовут Константин Долголет, это мой помощник Мишка Добрыня. Поехали! Начнем с сильно ферментированного черного чая пуэра. Его лучше всего заваривать кипятком, который достигал уже 100 градусов. Если залить черный чай более холодной прохладной водой, то вкус он получится менее насыщенным. И его полнота не так сильно раскроется. Если же мы говорим про зеленый чай, то тут температура должна быть 70-85 градусов Цельсия. Кстати, это один из самых популярных чаев в Китае, в принципе, как и у нас. Если для зеленого чая использовать воду с более высокой температурой, то листья просто сплавятся в раскаленной лаве. И чай, к большому сожалению, потеряет около 70% ценнейших антиоксидантов и витаминов. А по опыту скажу, что белые и зеленые чаи, их пьют люди, которые нацелены на оздоровление. Если черный чай, пуэрды и красный выбирают ради терпкого насыщенного вкуса, то эту категорию пьют как раз ради того, чтобы просто улучшить свое здоровье и самочувствие. Да я тоже думаю, если хочешь получить достаточно огромнейшую пользу от чая, зачем перегревать воду в этом случае? Кстати, очень интересный случай с моим другом Никитой, который произошел. Мы с ним часто ходим на футбол. И вот в один из дней мы только вышли из дома и потом только вспомнишь, что у нас чайник остался на плите. А как вернулись, он уже кипел минут 10-15. И мы, понятное дело, на автомате сразу залили колодец дракона, лунь-зинь, зеленый чай. И знаете, что произошел в термосе? Он просто сварился. Поэтому не повторяйте наших ошибок, особенно если у вас на готове именно зеленый чай. То есть здесь очень важно запомнить, что у пуэр его наоборот лучше заваривать с температурой воды около 100 градусов, потому что он имеет довольно толстые и прочные листья. И если температура будет ниже, он просто не отдаст этот аромат, который нам с вами так необходим. Костя, как же заваривать тогда белый чай? Не кипятком же? Да, белый чай это отдельная категория. Его в идеале заваривать 60-65 градусов, не выше. Именно этот чай его менее всего обрабатывают. То есть вручную отбирают почки, высушивают пару часов на солнце и все. Поэтому если взять тот же Бай Хао Ин Жень, то он будет рекордсменом по содержанию этих антиоксидантов, которые омолаживают клетки нашего тела. А если температура заварки будет выше, этот чай попросту станет бесполезным. То есть в этом случае пусть вода даже чуть не докипит, чем перекипит. Потому что в конечном итоге будет действительно жалко распрощаться с этим вкуснейшим и целебнейшим белым чаем, просто из-за того, что ты забыл выключить чайник вовремя. А как же заваривать улун? Да точно так же, как и красный или черный чай, примерно 90-95 градусов Цельсия. Правило здесь такое, что высокоферментированный чай, его здорово заваривать практически кипятком. А вот белый и зеленый наоборот. Еще здесь затрону редчайший желтый чай, мало ли здесь из гурманов, только его и пьет целыми днями. Его же, как и белый, не стоит заваривать свыше 70 градусов, иначе там все антиоксиданты, они опять же разрушатся. Хоть у нас и желтый чай не прижился, потому что если нужно что-то полегче, мы выбираем белый или зеленый. А если хотим чего-нибудь покрепче, то красный или черный. Поэтому желтый чай большинство из нас так и не попробуют. Я, понятное дело, имею в виду натуральный желтый чай, непросроченный зеленый, где листья уже практически пожелтели. А еще есть такая древнейшая методика, специально для тех, кто в принципе вообще никуда не торопится, это залить чай холодной водой и поставить в холодильник. Именно этой методикой можно извлечь максимальное количество полезных веществ из чайного листа. Но здесь вам придется прилично ждать. Хотя можете поэкспериментировать и поставить чайник, например, на ночь. Тут еще проблема в том, что не всем нравится такой вкус чая. Да, потому что для многих чай это именно чайный лист, который заварен кипятком, а не холодной водой. Хотя в древнейшем чайном трактате, который был написан около 3000 лет назад, было сказано, что чай важно заваривать холодной горной водой. Но это к нашим сейчас реальным, я думаю, очень малоприменимо. Потому что большинство из нас не живет возле гор, а живут в городах. И простите, сколько это десятков часов нужно ждать, пока он заварится. Сама идея очень интересная и порой задумываешься, а не попробовать ли так заварить чаек. И вообще здесь единственная загвоздка заключается в том, чтобы найти хороший, качественный китайский чай, чтобы он не был просроченным, не был пережаренным, был без химии. И кстати, вам очень повезло, дорогой зритель, потому что я занимаюсь натуральными и качественными экопродуктами для долголетия. Натуральным медом, сродавленным маслом холодного отжима, элитным китайским чаем, с сушеными грибами, собранными в экологически чистых местах. Если желаете по-настоящему натуральные и качественные экопродукты, пишите в личные сообщения, все подробности будут в описании. Буду рад вам помочь и подсказать, что да как. Крепкое здоровье – лучшее подспорье. А с вами был Константин Долголет, желаем вам волшебного дня.